В нашем проекте представляет генерал армии Вареников. Валентин Иванович, прошу вас. Герой Сталинградской битвы, освобождение Одессы, Молдавии, Польши. Трижды был ранен, штурмовал Берлин. Был назначен Жуковым начальником почетного караула Знамени Победы во время парада Победы 1945 года. Главный организатор работ воинских частей по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Герой Советского Союза. Дорогие товарищи, я докладываю о государственном деятеле, который на протяжении всей своей деятельности, по своим широким масштабам своей деятельности в отношении своего народа, по результатам, которые он добился, по горизонтам, которые он открыл перед своей страной, у нас не было в стране еще такого же, как он, как Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин был мощным организатором, он был и мощным теоретиком, используя те достижения, которые мы имели к тому времени, в том числе и теорию Ленина о победе социализмом в одной стране, он мобилизовал весь народ нашей страны, и тем самым он смог обеспечить решение задач, которые можно было пройти за 10-12 лет. И мы прошли эти 10-12 лет. В то же время такой же путь проходили капитализические страны за 100-150 лет. Мы за это время создали военно-промышленный комплекс, мы за это время реформировали сельское хозяйство и механизировали его, а также провели культурную революцию. Мы за это время создавали гиганты. Это, конечно, Днепрогес, это Уралмаш, это Запорожсталь, это Харьковские и Челябинские тракторные заводы, это Магнитка, это Комсомольск-Тамури, это Кузбасс, это многое-многое другое. Строилась вся страна. И это очень важно. Важно говоря об этом, мы также должны сказать, что страна практически уже тогда была переустроена. И самым тяжелым и страшным моментом было, конечно, начало Великой Отечественной войны. Когда подошли немцы к Москве, Сталин не ушел. Мало того, он вечером 6 ноября проводит в Большом театре торжественное собрание, посвященное соответствующей, значит, годовщине победе советской власти. А на площади Красный проводит парад. Народ с парада уходит на фронт, а 5 декабря переходит все контрнаступления и гонит противника на 100-150-200 километров. Далее Сталинградская битва. Весь мир прекратил дыхание и следил за тем, что там происходит по тему. Потому что все понимали, что моя судьба, моего народа зависит от народа, советского народа, от солдата, от офицера и генерала. Потому что только они могут дать отбор. Это была великая победа. Я прошел от Сталинграда до Берлина в пехоте. В пехоте от Сталинграда до Берлина. И там я видел знамя победы утром 2 мая, а 20 июня по приказу Жукова я являюсь начальником почетного караула. Принимал это знамя на центральном аэродроме в Москве. Был участником парада победы. Дорогие друзья, я, говоря обо всем этом, хотел бы сказать, что Сталин на всех этапах, в том числе и вот в Ялтинской конференции, подзамской конференции, вырвал все, что можно было, в том числе и Калининградскую область. Это деятель, который делал для нашей страны все возможное и даже невозможное. Закончилась война. Вы понимаете, в 47-м году мы отбросили или отказались от карточной системы, а американцы через год, англичане через два года. В 48-м году, с 48-го, по 54-й мы проводили постоянно снижение цен не на 2-3%, а 10-20-30%, по некоторым на 40%. Каждый год я знал, что в март месяц проходит и будет снижение цен. Это была колоссальная победа. Конечно, наше образование было лучшее образование в мире и наша страна считалась читающей страной. У нас не было соперников по вопросам медицинского образования, медицинского обеспечения, коммунального обслуживания и так далее. Мы никому не угрожали. мы не хотели, чтобы вмешивались в наши дела и в дела наших друзей. Мы в итоге стали великой державой. И мы стали великой державой потому, что нами руководил Сталин. Всё. Спасибо большое, Валерий Курасов.